Наталья, значит это что-то у вас. Давайте все-таки начинаем. Всем доброго времени суток. Что хотелось бы разобрать сегодня? Сегодня хотелось бы разобрать тему типовые заглуждения и мифы клиента. Вот на последнем вебинаре, который прошел в предыдущий вторник, было очень много комментариев, где видно недопонимание людей самой специфики работы компании «Скала». Вот здесь вот хотелось бы дать какие-то объяснения. Ну первое, с чего мы начнем, это полное списание. Я не знаю, откуда берут это клиенты. На каждом вебинаре, при обучении каждого офиса, каждого агента говорится, что мы только оптимизируем долг. Это фиксируем сумму долга судебным решением и добиваемся рассрочки. Здесь в комментариях очень много того, что долг не списывается. Но надо четко понимать, если человек деньги взял, то их надо возвращать. Я недавно на обучение, которое проводил, я задавал вопрос, если вы взяли у друга деньги взаймы, ему надо возвращать. То есть все говорят, надо. Но если вы оказались в сложной жизненной ситуации, надо найти тот вариант, который устроит и вас, и вашего друга. То есть вы подходите к другу, обсуждаете, в данной ситуации банк навстречу, как правило, и не идет. В этой ситуации мы через суд пытаемся найти оптимальное решение. Дальше, вот смотрите. И непонятно, откуда берется полное списание. Списать невозможно. И вот здесь вот даже есть такая фраза, что банк выиграл дело, человеку назначено 50% суммы заработной платы. Это понятно. То есть мы к этому идем. Чтобы сумма долго была зафиксирована, человек комфортно с заработной платой выплачивал 50%. Если он соберет дополнительные документы, то эту сумму можно понизить. Опять же, с помощью юристов эскалата. Понизить все зависит от того, какие документы будут собраны человеком. Дальше. Давайте прям вот разбирать по порядку. Деньги собирают, фактически ничего не делают. Здесь четко надо понимать, в чем заключается работа эскалата. Работа эскалата собирается в сборе документов, проверке, правильном составлении документов для банков и судов. Из требований документов вот это работа эскалата. Что еще должен делать эскалат? Вот здесь хотелось бы понять. То есть это вы пришли к юристу написать исковое заявление, поскольку вы его не умеете сам писать. Вы платите юристу определенную сумму денег, юрист вам составляет исковое заявление. Все логично? То есть вы работу юриста выполнил, он заявление вам составил. Что вы еще хотите от него получить? То есть юрист никаким образом не может воздействовать на суд. И в данной ситуации эскалат – это инструмент в руках клиента. Как он им востребуется? Вот скажем так, как тявка. Можно грядку вскопать, а можно у соседа дерево подрубить. И как вы им воспользуетесь, зависит только от вас. Дальше. Господа руководители эскалата, вопрос у вас хорошая команда, маркетинг, но почему ваша компания не оформит договор страхования? Здесь вопрос вообще непонятен. Этот вопрос, думаю, должен быть адресован непосредственно к руководству эскалата. И думаю, право каждой компании оформлять договор страхования или не оформлять. Следующий. Дальше опять же продолжаем. Будьте так любезны соблюдать профессиональную этику и попросите ваших агентов бессвотчина не критиковать вашу компанию. Сразу хочу сказать, что мы с уважением относимся ко всем компаниям, которые работают в данной сфере. То есть у нас нет даже критики, скажем, ни конкурентов, ни партнеров. У нас никогда это не допускается. Если это было допущено определенным агентом, хотелось бы знать фамилию, имя, отчество для того, чтобы связаться с этим человеком. Никакая критика, ни конструктивная, не допускалась самой компании ни разу. И это в правилах компании. Поэтому хотелось бы четко понимать, от кого исходит... Вот я сейчас беспочвенно не критиковать нашу компанию. Хотелось бы четко понимать, откуда исходит критика. Если вы нам напишите, Лада, то я думаю, ответ будет незамедлительно дан. Дальше. В плане того, что вы не можете посмотреть наличие своих дел. Для этого есть персональный менеджер. Это услуга компании, которая идет как допуслуга. Клиент за нее не платит. Но клиент может связаться с персональным менеджером и запросить состояние его дела на сегодняшний момент. Если персональный менеджер не отвечает, в этом случае есть возможность написать выше. Контакты никто не скрывает. То есть, есть руководство отдела персональных менеджеров, руководство отдела ВКОРа. И если вас не удовлетворяет работа, напишите руководству. То есть, сотрудник может попасться разный. И либо по объективным, либо по субъективным причинам будет выяснено, сколько уже было человек, которые скидывали мне информацию. Это фамилия, имя, 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 буквально в течение одного дня максимум человек получал полную информацию, полную, повторюсь, информацию по ведению своего дела, потому что было сделано эскалатом. Полный отчет. Дальше хочу прочитать. Была на суде по иску Альфа-банка. Вопрос такой. Зачем вы пошли на суд? Везде повторяется, что присутствие клиента на суде не надо. Для чего вы туда пошли? Вы юрист? Вот это вопрос вот очень серьезный. Что вы пришли? Одно неправильно сказанное ваше слово может перечеркнуть всю работу юриста. Поскольку вы присутствуете, вам задают определенные вопросы. Дальше. Судья сказал, что по карте все комиссии, все штрафы, все неустойки законны. Мы и не ведем речь о том, что мы спишем все. Здесь вообще нет речи. Есть. Еще раз вот хочу повторить. Человек берет деньги у банка. Эту сумму в любом случае надо возвращать. Есть процент банка. Банк это коммерческая организация, которая зарабатывает на том, что дает вам определенную сумму денег. Правильно? То есть вам же не приходит в голову прийти в магазин, молоко стоит 60 рублей, сказать, вы вот покупали за 30, отдайте мне за 30. Вы прекрасно понимаете, что магазин имеет право заработать. Также банк зарабатывает за счет того, что дает деньги вам под проценты. Если вы вовремя не возвращаете деньги, есть определенные штрафные санкции, которые также предусмотрены законом. И вот эти штрафные санкции, эти проценты и сумму, которую вы взяли у банка, не уберет ни один суд. Это абсолютно законные требования банка. Вот это надо понимать. Дальше смотрите, что все комиссии штрафа, все неустойки законные, единственное, обещало снизить штрафы аж на 30%. Это около 2 тысяч. То есть вам законные штрафы, исходя из документов, которые подал эскалат, снижают на 30%. То, что сумма 2 тысячи, если бы у вас был бы рубль штрафов, это было бы 30 копеек. Здесь идет о процентной ставке, то есть, если посчитать, у вас начислено было штрафов и пение, менее 7 тысяч, и вам снижают 2 тысячи. Посчитайте, 30% это очень существенно. И поэтому, смотря из какой суммы исходить, если бы у вас было законно 100 тысяч начисленных банков, вам бы снизили 30 тысяч. Если у вас был бы рубль, это 30 копеек. Поэтому четко надо понимать, из чего мы исходим, из той суммы, которая была начислена. Посмеялась над моральным ущербом в 15 тысяч. Ну то, что судья посмеялся, это вопрос только к судье. Понимаете? Судья подсмеялся над моральным ущербом. Да, моральный ущерб, как правило, начисляет 500 рублей, 400, но мы подаем по максимуму. И посмеяться, извините, ну, если судья посмеялся, это право судей, я еще раз задаю вопрос, зачем вы пошли на суд? То есть, суд принял решение по большому счету в вашу пользу. Списать это нереально. Эскалад никогда не обещал, что вам уберут все штрафы. Эскалад никогда не обещал, что вам уберут сумму основного долга. Вам списали 30 процентов, 30, как вы пишете, от комиссий и штрафов, и неустоек от законных. Поэтому вопрос, чем вы недовольны? На 2 тысячи рублей вам платить меньше, а то, что у вас набежало 7 тысяч, но вы могли бы подождать, набежало бы 100 тысяч, в этом случае 30 тысяч бы списали. Мы здесь ведем о процентах речь. Дальше. Здесь вот совершенно верно вам отвечают, что зачем вы пошли на суд? Здесь написано, что выставляет, как результат своей работы, скан ответа, погашенного кредита мной за родственником. Мол, мы этого добились. Каким образом можно понять, что мы выставляем ответ? Ни одного, я еще раз повторю, ни одного каких-то персональных данных мы не даем. Каким образом вы сделали этот вывод? Мы не имеем права публиковать персональные данные клиента. И вы пишете, что это сделали вы. Тогда это ваше дело обосновать. В данной ситуации, на основании чего, принято такое решение? У нас подписывают доверенность и так далее. То есть, кроме доверенности, клиент подписывает договор оферты. Это договор присоединения. Договор присоединения гласит, что есть определенные правила, по которым клиент имеет право либо их принять, либо не принять. И те правила, которые клиент подписывает, они идут как договор оферты. И ваше право подписывать их или нет. Дальше пишут, просто нужно понимать, что нет такого закона, по которому можно было бы не платить кредиты. Нет такого закона. Мы еще раз повторяем, такого закона нет. Но есть законы, по которому можно убрать какие-то незаконно начисленные вещи, если можно доказать, что они незаконны. Еще раз повторяю, если можно по документам доказать. И зафиксировать сумму долга и добиться для клиента рассрочки. читаю дальше может обыватель сделать это сам я на каждом обучении говорю что обыватель может сделать это сам давайте возьмем в пример уголовный суд человеку грозит уголовное ответственно давайте возьмем третье лицо человек может защищать на суде себя сам а может оплатить услуги адвоката для чего оплачиваются услуги адвоката вопрос для того чтобы получить грамотно юридическую защиту согласны то есть человек может прийти в суд и защищать себя сам если он считает что он компетентен если он считает что добьется того результата который ему нужен ради бога либо человек может оплатить услуги профессионалов и в этом случае он уже задает вопрос про задачи профессионалов в данной ситуации задачи эскалата правильно составить документы вовремя их подать подать в надлежащие инстанции то чем и занимается эскалат дальше здесь пишут так вы обещаете полное списание то даже у вас на сайте написано покажите мне на каком сайте это написано то есть вы знаете вот идет полнейшая дезинформация выйдите на официальный сайт эскалата и покажите где стоит фраза полное списание то есть это что касается давайте скажем так вот в чем состоят мифы и заблуждение клиентов первое клиент ждет что он ничего не будет платить этого никогда не будет то есть в любом случае суд присуждает ту сумму я еще раз повторюсь которую он взял плюс законно начисленные проценты и штрафы в любом случае человеку это надо выплачивать дальше 50 процентов 50 процентов от официального дохода перечисляется и еще раз разберем что в данной ситуации делает эскалат эскалат собирает документы вовремя подает их во все инстанции первое что вот хочу понять вот у людей особенно на первом этапе складывается мнение что долго тянется работа на первом этапе это особенно непонятно потому что под отправляется документы в банк после этого отправляется документы в суд но в любом случае человек может позвонить персональному менеджеру и получить отчет на каком этапе его дело то есть это понятно да то есть дальше возьмем у вас есть персональный менеджер также компании предоставляются такие доп услуги как переадресация звонков человек что он перекладывает свой груз на плечи юристов поэтому я еще раз повторю что человек может действовать сам может действовать со стороны юристов вчера видел что со следующего года в школах в обязательном порядке вводится такой курс как финансовая грамотность вот этот курс данной ситуации он очень был бы не лишним почему потому что люди не понимают под какой процент они берут люди не зная законов не знает что делать люди не знают как себя вести в определенные ситуации владимир я потом пересмотрю мы свяжемся с вами лично я видел это не официальный сайт эскала то то есть и что здесь дается человеку что дает эскала сбор документов выполнение всех процессуальных норм всех сроков вот это то что берет на себя эскала что документы составлены грамотно что документы составлены вовремя дальше вот идет речь что дело тянется полтора года но клиент оплачиваем 7 месяцев после 7 месяцев вся работа ведется уже за счет эскала то это работа юристов работа персональных менеджеров работа пол центров и так далее то есть эскалат это оплачивает уже из своего кармана если работа затягивается а затягивается работа очень часто из-за чего из того что банки не дают ответа очень долго мы ждем документов потому что клиент сам не хочет идти в банк хотя не раз уже задавал вопрос если вас на кассе в магазине обсчитали и дали вам чек и вы считаете что превышает вы же потребуете чек правильного магазина чтобы понять что вам рассчитали правильно почему вы не идете также в банк и не попросите расширенную выписку для того чтобы понять за что банк с вас требует в деньги почему очень многие клиенты говорят мы не пойдем вы истребуете эти документы сами то есть это тоже время вот это надо четко понимать что сроки устанавливаются не нами есть процессуальные сроки которые мы должны выдержать дальше суд первой инстанции очень часто присуждает как раз выдает то решение которое не устраивает ни нас не клиента то есть соответственно идет апелляция вышестоящие органы это опять же время это опять же идет за счет эскалата за счет этого время которое тянется дело затягивается но я еще раз повторяю клиент оплачивает максимум 7 месяцев какие еще вопросы у ваших клиентов возникают алиса отправьте мне копию документа в контакте через группу можно выйти у меня одна страница заблокирована выйти на выйдите на вторую пожалуйста и отправьте мне документ с ошибками владимир вы являетесь партнером клиентом эскалата можно задать вопрос в личном кабинете максимальная оплата это 7 месяцев вы это можете убедиться то есть если кто-то берет больше соответственно нарушение вы можете про это что-то сказать владимир это ограничение я еще раз говорю но есть в личном кабинете клиент не сможет просто физически не сможет оплатить 8 месяц если клиент стал под защиту договором цессии сколько он оплачивает и какую сумму клиент оплачивает ту сумму которая проговорена везде то есть исходя из суммы которую которую он должен банку и соответственно сколько он оплачивает до решения его вопроса но максимально также 7 месяцев если дело решится за три месяца значит это три месяца если дело решится 12 то 7 месяцев оплачивает остальное 5 месяцев это ведется за счет эскалата и и и и и и Продолжение следует. 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 эскалад. Ни в одном вебинаре речи о полном списании не идет. Речь идет о составлении документов. О каком результате вы заявляете? Можно? Александр Жихарев. То есть, в правилах, если вы прочитаете дальше, то написано, что там прописано, что эти правила являются договором аферты. Алиса, свяжитесь, пожалуйста, лично со мной в ВКонтакте. Группа «Эскалад обучение партнеров», там есть моя новая страница, либо в Скайпе. То есть, вы можете со мной связаться, написать, и мы рассмотрим этот вариант индивидуально по вашему опису. Хорошо? Александр, этот вариант мы тоже рассмотрим. Но, в то же время, даже оплачивая за телефон, ваш клиент подтверждает правила аферты, и он никогда не смотрит правила, там написано или договор. Даже возьму вот элементарное, через любое действие, которое он совершает через автомат оплаты, там идет правило, либо договор аферты, и клиент даже его обычно не смотрит. В данной ситуации, давайте разберемся, если он придет в обычную юридическую консультацию, ему дадут просто чек, да, что с него взяли деньги. Все. Это в 90% случаев. Если заключается на длительное, да, то есть там будет дан юридическая консультация, какой-то определенный договор. Владимир, давайте разберем. Комфортная рассрочка через ФССП. Мы доводим до этого клиентов? Александр, я не понял вашего вопроса, тем не менее, я вам уже ответил, что я донесу до руководства, что партнеры хотели поменять слово «правило» на договор. То есть я на ваш вопрос ответил. Дальше, Владимир, смотрите. Владимир, я не понимаю, кто он спрашивает о гарантиях. Что является гарантией для вас? Я еще раз говорю, что берет на себя эскалад. Эскалад берет на себя составление документов. О каких гарантиях вы хотите услышать? Какой юрист даст вам 100% гарантии завершения суда? Озвучьте мне, пожалуйста. Покажите мне такого юриста, который даст 100% гарантию. Не 99, не 99,9, а 100% гарантию. Есть такой юрист? Поймите, что мы проходим через процедуру суда. И мы за клиента боремся до решения, которое устроит нашего клиента. Ну что, суд той же первой инстанции 100% вынесет то, что устроит, или после первой же апелляции мы получим, мы не можем дать такой гарантии. Это никто не может дать. Это то же самое, когда человек болеет и, скажем так, очень серьезно болеет, у врача требовать 100% гарантии, что он его излечит. Насколько это будет логично? Какой врач это даст? Какие еще вопросы возникают у ваших клиентов? Не персональные, а общие, которые касаются компании Escalade. Сергей, вопрос индивидуальный, зададите в скайпе, обсудим. А также Escalade будет работать точно так же, даже если судом разрешена продажа третьим лицам, то работа компании также доводим до фиксации суммы долга и то, что клиенту дается рассрочка. Максимальное, что может назначить суд, это 50% от суммы официального заработка. И дальше это будет снижение, если клиентам будет собран определенный пакет документов. Если он его предоставит, то здесь речь идет о снижении. О снижении процентной ставки вы можете посмотреть на официальной группе компании Escalade. То есть на сегодня, я так понимаю, вопросы закончены. Хотелось бы, чтобы четче объясняли клиентам, в чем заключается работа компании Escalade, в чем наш функционал, что непосредственно нами делает, на что имеет право клиент, что клиент может запросить отчет о ведении своего дела. Это без проблем. Отчет ему будет предоставлен. Валерий, это опять же индивидуальный вопрос. Мы сейчас перейдем к разбору индивидуальных вопросов. И поэтому очень многое зависит от вашей консультации. Я очень со многими офисами общаюсь. Если у вас есть вопрос, можете задать непосредственно либо в ВКонтакте, либо в Скайпе. Смотрите, и очень часто говорят, что пришел клиент, мы ему объяснили, что выплачивать все равно надо. Клиент приходит через 3 месяца и говорит, а я думал, что вы мне все спишите. Так значит, это работа агента, который объяснял клиенту, как сказано, так и понято. Понимаете? То есть четко проговаривайте клиенту, задайте наводящие вопросы, все ли он понял. Как можно объяснить одно, а через 3 месяца клиент понял другое? Значит, такое было объяснение. Поэтому очень бы хотелось, если вы доносите что-то до клиентов, чтобы было донесено четко, что не надо ходить в суд, что есть определенная сумма, которую ни один суд не уберет, что есть определенные апелляции, что есть определенные сроки, которые работа компании «Эскалад», в чем она заключается. Обучение проводилось со всеми офисами. Поэтому я думаю, на этом мы сегодня попрощаемся. У кого есть индивидуальные вопросы, вот там у Сергея, у Валерия, то есть можете задать мне их либо в группе, либо в скайпе для того, чтобы я, либо, Владимир, если у вас есть какой-то, также можете писать на то, чтобы я ответил. На этом всего доброго, до встречи.